На этой неделе аппаратное совещание началось несколько необычно. Если в начале губернатора Сергей Морозов обозначает круг проблем и задач на неделю, то сегодня перешли сразу к докладам. Первое слово предоставили Сергею Немцеву, недавно избранному на пост директора НИИ сельского хозяйства Ульяновской области. Главной целью деятельности нашего института на сегодняшний день является удовлетворение потребностей бизнеса в сфере научных исследований в области сельского хозяйства. Иными словами, мы должны сделать так, чтобы научные разработки активно использовались фермерами и сельхозпредприятиями. Глава региона напомнила о проекте создания агрогородка на базе площадей научно-исследовательского института. Реализация этого проекта должна помочь тесное сотрудничество с вузами региона и Российской академией наук. Благо, что для примера у нас есть много и в Российской Федерации есть хорошие агрогородки, в Белоруссии смотрели агрогородки, поэтому должна быть программа возобновления этого проекта. В связи с этим губернатор напомнил еще одно свое поручение. Региональный Минобор получил задание усилить сотрудничество с научными организациями области. В большинстве случаев они находятся в федеральном подчинении. Министерство изучило опыт других регионов в деле руководства наукой. Мы попытались подготовить положение об отделе научно-технической политики Министерства образования и науки, пока Сергей Иванович замахнулись на отдел, а не на департамент. В отделе мы для себя видим пока тоже небольшое количество сотрудников. Научно-образовательная повестка аппаратного совещания на этом не была исчерпана. Губернатор напомнил собравшимся о том, что нужно применять большие усилия по возвращению на малую родину ульяновцев, отучившихся в университетах других городов. Параллельно нужно решать еще одну задачу. У нас достаточно большая, как город молодых людей, работает в Москве, учится в Москве. Отчасти в том числе и в Питере там есть, да, но вот давайте и Москвой, может быть даже и Питером заниматься, которые пока не участвуют в землячестве, в работе землячества нашего, но одновременно про которых мы постоянно слышим. Давайте первое возобновим работу молодежного землячества, которое позволит объединить этих ребят. От образования перешли к близкой теме добровольчества и волонтерства. Несколько дней назад президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении следующего года годом добровольца. Каждому муниципалитету и ведомству поручен создать оргкомитет по проведению сопутствующих мероприятий. В продолжении темы Сергей Морозов поручил переформатировать работу комиссии показания адресной помощи. Как на уровне региона, так и муниципалитетов. Они должны бороться с рядом негативных проявлений оказания адресной помощи. Есть определенная категория обращающихся, которые уже стали профессиональными просителями. И это развращает и их, и их окружение. С другой стороны, перезагрузка должна помочь наладить работу комиссии на муниципальном уровне. По словам губернатора, в ряде районов области деятельность структуры простаивает, а просители не получают требуемого ответа на их обращение. Разговор о добрых делах продолжился. Губернатор сказал, что осталось чуть больше месяца до открытия восстановленного после пожара храма в Преслонихе. А работы нужно сделать еще очень и очень много. В связи с этим губернатор коснулся темы необходимости сбережения региональных духовных центров. В ближайшее время будет разработан региональный проект о сохранении и приумножении их социально-экономического и туристического потенциала. Вопросы духовного наследия сменились социальной политикой. Сергей Морозов озвучил решение, которое обрадует работников бюджетной сферы. С 1 января 8 категориям бюджетников в области повысят заработную плату. На увеличение денежного вознаграждения, производимого в соответствии с майскими указами президента, дополнительно будет направлено больше миллиарда рублей из регионального бюджета. Некоторые пытаются нашими деньгами закрыть другие. Попробуйте кто-нибудь, калите, прям вот прямым текстом. Попробуйте хоть копеечку одну, заберите из этих, так сказать, 200 с лишним миллионов рублей, которые мы направили, только связанные с повышением заработной платы. Хоть одну копейку вы заберете, лишитесь должности все. Поможет изыскать дополнительные средства внедрение бережливого управления в органы государственной власти. Оно продолжится и в следующем году. Егор Титов, Константин Никитин, Новости дня, Ульяновская правда.